В эти бараки без удобств люди въехали в 1968 году. Тогда мать Бориса Васильевича Деревянко, которому на тот период было 17 лет, получила двухкомнатную квартиру от совхоза «Октябрьский». Семья разрасталась, здесь родились и его дети, и уже внуки. Предусмотрено было печное отопление для обогрева проживающих. И уходило дров, порядочно, около машины дров на зиму. На следующий год собирались отмечать полувековой юбилей шестиквартирного дома. Рядом такой же барак на семь квартир. Но случился другой праздник. Администрация города предложила жильцам переселиться в более комфортные условия. Про дровяник придется теперь забыть все мысли о том, как обустроиться на новом месте. Нравятся и новые стены, и ремонт, и планировка, но больше всего сам микрорайон. Это верх переулка Вишнево. Из Костинского района переезжаю в центральный район. То есть преимущества мы имеем. Тем более у меня внучка пойдет здесь в гимназию на Макаренко. Поэтому удобно будет в центральном районе прописка и одновременно в центральном районе школу будет ходить. Борис Васильевич рад и тому, что с переселением увеличивается его жилплощадь. В бараке было 33 квадратных метра, в новостройке 44. Обычно по федеральной программе предоставляют жилье метр в метр. Но если подобрать жилье с такой квадратурой не получается, то муниципалитет сам расплачивается за лишние метры. Но не все переселенцы спешат в новые квартиры. Кто-то рассчитывает на большее, что противоречит закону. И даже если жилье представляет серьезную угрозу для жизни и принято решение переселять по СДО, все равно не выселяются из аварийного дома. Тому пример барак на Виноградной, где при обрушении ветхого строения погибла в начале июля женщина. Глава города рекомендует, пока федеральная программа по переселению из ветхого фонда продлена еще на два года, улучшать свои жилищные условия. Ввели еще и свою городскую программу. Поэтому мы не останавливаемся и уже знаем, что будем дальше строить на следующий год дом и будем 100 семей переселять уже в следующем году. Можно сказать, что это и есть частно-государственное партнерство. И это частно-государственное партнерство у нас достаточно эффективно работает. В эти два дома переселятся более 170 семей. Застройщики делают в квартирах ремонт и переселенцы въезжают уже в готовое жилье. Более того, они обустраивают территорию вокруг дома. А здесь, на переулке Вишнево, еще и сами делают подъездные пути, чтобы пустить наверх маршрутку. Для удобства жителей, по просьбе главы города, мы за свой счет, компания решила построить дорогу, которая существенно сократит расстояние до главной дороги Пластунской. Делают сваи. Вот такая бетонная стенка будет по всей длине. И 5,5 метров с тротуаром, с ливневками будет хорошая дорога. Ну, понятно. В Сочи переселять людей из ветхого жилья стали с 2012 года. За последние 5 лет тысячи семей въехало в благоустроенные квартиры.